Письменное деление на двузначное число Продолжим работу над вычислительными навыками. Будем совершенствовать вычислительные навыки и решать задачи. Вспомним алгоритм деления на однозначное число. Находим первое неполное делимое. Определяем количество цифр в частном. Делим, умножаем, вычитаем, сравниваем остаток с делителем. Образуем второе делимое. Рассмотрите примеры. Чем они отличаются? У второго примера делитель двузначное число. Можно ли использовать старый алгоритм для этого случая деления? У второго примера делитель двузначное число. Можно ли использовать старый алгоритм для этого случая деления? Выполним деление. 1764. Разделим на 36. Находим первое неполное делимое. 176. Определяем количество цифр в частном. В частном получится двузначное число. Значит, поставим две точки. Для нахождения первой цифры частного разделим 176 на 36. Чтобы разделить 76 на 36, для этого надо 36 округлить до 30. 176 округлить до 170. 17 десятков разделим на 3 десятка. Подберем пробную цифру в частном. 17 разделим на 3. 5. Умножим 36 на 5. Эту цифру мы не записываем. 30 на 5 – 150. 6 на 5 – 30. 150 плюс 30 – 180. 180 больше, чем 176. Значит, эта цифра не подходит. Пробуем цифру 4. Умножаем 36 на 4. 30 на 4 – 120. 6 на 4 – 24. 120 плюс 24 – 144. 144 меньше 176. Эта цифра подходит. Записываем. 144. Эта цифра подходит. Запишем в частном. Вычитаем. 176 отнец 144. Получаем 32. Остаток меньше, чем делитель. Значит, цифра в частном подобрана верно. Опускаем единицы. Разделим. 324 на 36. Для этого 324 округлим до 300. 36 до 30. 300 разделить на 30 – получает 10. Но мы не можем записать 10 в частном. Поэтому берем цифру 9. Умножаем 36 на 9. 30 умножаем на 9 – получаем 270. 6 умножаем на 9 – получаем 54. 270 плюс 54 – получаем 324. Вычитаем. Из 324 – 324. В остатке получаем 0. В частном получили 49. Ребята, какой шаг мы добавили к алгоритму? Мы подобрали пробную цифру в частном. Пользуясь алгоритмом, объясните, как выполнено деление на странице 59 учебника. Итак, по алгоритму мы находим первое неполное делимое – 472. Определяем количество цифр в частном. Их в частном будет 2. Делим 472 на 63. Для этого округлим 472 до 470. 63 округлим до 60. Разделим 470 на 63. Возьмем по 7. Это пробная цифра. Умножим 63 на 7. 60 умножаем на 7. Получаем 420. 7 умножаем на 3. Получаем 21. 420 плюс 21. Получаем 441. Вычитаем. Из 472 – 441. Получаем 31. Сравниваем остаток с делителем. Остаток меньше, чем делитель. Значит, мы правильно подобрали пробную цифру в частном. Опускаем единицы. 315 разделим на 63. Округлим. 315 до 300. 63 до 60. Разделим 300 на 60. Получим 5. Умножим 63 на 5. Получаем 315. Вычтем 315 из 315. Получаем 0 в частном 75. Сделаем вывод. Почему нельзя сразу писать цифру в частном? Первое произведение может оказаться больше делимого. А сейчас, что время решить задачу. Номер 222 на странице 59. Прочитаем задачу. На одной пасеке было 47 ульев, а на другой – 52 улья. С первой пасеки собрали на 350 килограммов мёда меньше, чем со второй. Сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки, если считать, что с каждого улья получили одно и то же количество мёда? Что надо узнать с задачи? Правильно, сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки? Что известно? Верно. На одной пасеке 47 ульев, а на второй – 52 улья. Что ещё сказано в задаче? С первой пасеки собрали на 350 килограммов мёда меньше, чем со второй. Как составим краткую запись? Краткую запись мы составим в виде чертежа. Почему с первой пасеки собрали меньше мёда? На этой пасеке меньше ульев. Насколько меньше? Как узнать? Нам надо из большего числа вычесть меньшее. 52 вычтем 47. Получим 5 ульев. На 5 ульев первой пасеки меньше, чем во второй. Значит, с этих 5 ульев собрали 350 килограммов мёда. Что можно узнать, зная две разности? 350 килограммов мёда и 5 ульев. Мы можем узнать, сколько килограммов мёда собрали с одного улья. Выполним решение. От 52 вычтем 47, получим 5 ульев. На 5 ульев меньше на первой пасеке. Во втором действии мы 350 разделим на 5, получим 70 килограммов. 70 килограммов получили с одного улья. Теперь мы можем ответить на вопрос, сколько килограммов мёда собрали с первой пасеки. Для этого 70 умножим на 47. Получим 3290 килограммов. Теперь мы можем ответить на второй вопрос, сколько килограммов мёда собрали со второй пасеки. Для этого 70 умножим на 52. Получим 3640 килограммов мёда. Запишем ответ. 3290 килограммов мёда собрали с первой пасеки, а со второй 3640 килограммов мёда. Так, ребята, сегодня на уроке мы составляли алгоритм письменного деления на двузначное число. Мы совершенствовали вычислительные навыки, решали задачу. Для того, чтобы закрепить навыки изученной темы, вы должны будете выполнить домашнее задание. На странице 59 учебника вы должны выполнить номер 219, первый и второй столбик. Ну и номер 225, в котором вы должны будете решить уравнение. На этом, ребята, наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – возвратные глаголы. Для того, чтобы приступить к нашей теме, давайте вспомним и повторим наши знания. Итак, вы знаете, что такое глагол, на какие вопросы отвечает, что обозначает. На прошлых уроках вы изучили спряжение глагола. Вы знаете, что глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы «что делать», «что сделать». Глаголы, отвечающие на вопрос «что делать» – несовершённый вид. Глаголы, отвечающие на вопрос «что сделать» – совершённый вид. Вспомните, какие окончания имеют глаголы неопределенной формы Так, прочитайте глаголы и сравните их Расчесывает, расчесывается Моет, моется Одинаковое или разное имеет значение глаголы в парах В словах расчесывает и моет действие производит над кем-то В словах моется и расчесывается действие направлено на самого себя Что такое ся? Это суффикс В чем особенность этого суффикса? Он стоит в конце слова после тя Раньше суффикс ся был самостоятельным словом, местоимением И писался отдельно, обозначал себя сам Как называется такая форма глаголов, вы найдете на страничке учебника 102 Итак, глаголы с суффиксом ся называются возвратными Возвратные глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос Что делать? Что сделать? Перед суффиксом ся в возвратных глаголах неопределенной формы всегда пишется мягкий знак Например, купаться Что делать? Купаться Суффикс ся Что делать? Радоваться Суффикс ся Что делать? Здороваться Суффикс ся Рассмотрим с вами два предложения Сильный ветер качает ветви деревьев Ветви деревьев качаются Давайте с вами определим грамматическую основу этих предложений Первое предложение Сильный ветер качает ветви деревьев О чем говорится в этом предложении? О ветре Что? Ветер подлежащие Подчеркиваем одной линии Ветер что делает? Качает Сказуемое Подчеркиваем двумя линиями Второе предложение Ветви деревьев качаются О чем говорится в этом предложении? О ветвях Что? Ветви подлежащие Подчеркиваем одной линии Ветви что делают? Качаются Сказуемое подчеркиваем двумя линиями Что вы заметили? В чем различие глаголов Качает-качается В первом предложении Действие направлено на другой предмет Во втором предложении Действие возвращается к действию самого предмета Рассмотрим с вами следующее упражнение 210 из учебника На какой вопрос отвечают глаголы из первого столбика? Что делать? Одевать Одеваться Стучать Стучаться Умывать Умываться Научить Научиться Увидеть Увидеться Обменять Обменяться В чем их сходство Пишется мягкий знак А какие различия они имеют? В первом столбике Действия совершаются на данный момент Во втором уже были сделаны Попробуйте устно составить предложение с глаголом Умывать Умываться Перед выполнением домашнего задания Познакомиться с новым словарным словом Которое встретится в этом упражнении Я скажу Как солдату солдат Командир Послушай меня Ты по сути Мне старший брат По Афгану С тобой мой родня Словарное слово Командир В слове командир Ударение падает на третий слог Слово Поэтому гласные В первых двух слогах Остаются безударными Первую гласную Необходимо нам запомнить Чтобы писать правильно А вот вторую гласную Проверим С помощью слова Команда Где А находится В сильной позиции Приступаем к домашнему заданию Упражнение 213 Что необходимо сделать? Составьте словосочетание С данными глаголами И подходящими по смыслу Именами существительными Запишите словосочетание Без вопросов Укажите падеж Имен существительных Определите От какого из выделенных глаголов Можно образовать Три формы времени А от какого Только две Устно образуйте Эти формы Например Поздороваться с кем? С командиром Итак Давайте с вами повторим Сегодня мы с вами изучали Тему Возвратные глаголы Какие глаголы Называются возвратными? Глаголы С суффиксом СЯ Называются возвратными Возвратные глаголы В неопределенной форме Отвечают на вопрос Что делать? Что сделать? Перед суффиксом СЯ В возвратных глаголах В неопределенной форме Всегда пишется Мягкий знак Спасибо за работу До свидания Здравствуйте, ребята Сегодня на уроке Мы будем говорить О том Что не может оставить Равнодушным Ни одного человека На свете Эта тема Важна для каждого Будь то маленький ребенок Взрослый человек Бедняк или богач Здоровый или больной Вы догадаетесь О чем пойдет речь Когда разгадаете ребус Правильно Это слово Родина Сегодня мы говорим Именно о ней Ребята, а что же значит Слово Родина? Слово Родина Произошло От древнего слова Род Которое обозначает Группу людей Объединенных Кровными родствам А само слово Род Обозначает Древнейшего Бога Славян Рода Главный город Племени Родцев Назывался Родин Он был посвящен Богу Роду Давайте подберем Синонимы К слову Родина Россия Отчизна Отечество Ребята, каждый из нас Как-то по-особому Может выразить Свои чувства К Родине Например, композитор Пишет музыку Художник это делает С помощью красок Поэты говорят о Родине Поэтической строкой Предлагаю вам послушать Слова Константина Дмитриевича Ушинского Наше Отечество Наша Родина Матушка Россия Отечеством мы зовем ее Потому что в ней Жили испокон веку Отцы и деды наши Родиной мы зовем ее Потому что мы в ней родились В ней говорят родным языком И все в ней родное А матерью Потому что она Вскормила нас своим хлебом Споила своими водами Выучила своему языку Как мать Она защищает нас От всяких врагов Вот такие замечательные строки Наша Россия Огромная и необъятная страна Она так велика Что над ее просторами Почти никогда не заходит солнце Когда стрелки Кремлевских часов Показывают Три часа дня в Москве То в Петропавловске На Камчатке Наступает полночь А что мы родиной зовем Дом, где мы с тобой живем И березки Вдоль которых Рядом с мамой мы идем Ребята, для каждого человека Родина начинается с того места Где он родился Произнес первые слова И сделал первые шаги Где пошел в школу Познание родины Начинается с изучения Родного края У каждого человека Живущего на планете Есть своя родина Для нас с вами Это Россия Но и у каждого Есть и малая родина Каждый из вас Рассказывал о своей Малой родине На уроке окружающего мира Когда защищал Свою презентацию А перед вами Фотография Русского поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина Он очень любил Свою родину И писал о ней И сегодня мы с вами Познакомимся Именно с его творчеством Тема нашего урока Спиридон Дмитриевич Дрожжин Стихотворение Родине Ну для начала Давайте познакомимся С его биографией Спиридон Дмитриевич Дрожжин Родился в 1848 году Был он поэтом Самоучкой Родители Дрожжина Крепостные крестьяне Дед научил его грамоте А 10 лет он обучался Наукам у местного дьячка В 12 лет родители Отправили его в Петербург В люди С тех пор Дрожжин работал В трактире приказчиком И продавцом И лакеем Мечтал учиться Но не удалось Поэтому пристрастился К чтению Был постоянным читателем Публичной библиотеки 16 лет Стал сочинять сам Постепенно познакомился С известными писателями Был знаком И с Толстым Произведения Дрожжина включали В школьные хрестоматии И издавали Для детского чтения Некоторые его стихи Стали песнями И сегодня Мы знакомимся С одним из его стихотворений Которое называется Родине Ребята, послушайте Пожалуйста его внимательно Как не гордиться мне тобой О Родина моя Когда над Волгою родной Стою недвижим я Когда молитвен на свой взор Бросаю в небеса На твой чарующий простор На темные леса Как хороша ты в теплый день На празднике весны Среди приветных деревень Родимой стороны Как бодро дышится Когда на поле весь народ Среди свободного труда Все силы отдает Каким восторгом мою грудь Ты наполняешь мне Когда хочу я отдохнуть С тобой наедине Я в каждом шелесте листов Твой голос узнаю Хожу среди твоих лугов Мечтаю и пою Во всей в тебе и мощь видна И сила с красотой Недаром ты названа Великой и святой Вот такие прекрасные строки Давайте проведем словарно-лексическую работу Молитвен на свой взор Означает взгляд в небеса Который сопровождается молитвой Чарующий простор Привлекательный простор Среди приветных деревень От слова привет То есть доброжелательных деревень Стихотворение Родине было написано Спиридоном Дрожжиным В 1871 году Это очень чувственное Патриотическое стихотворение Спиридон Дмитриевич Умело затрагивает Самые глубокие чувства Каждого человека Его любовь к родной земле Он и сам бесконечно Влюблен в свою родину И желает ей счастья и процветания Автор стоит на берегу реки Волги И гордится родиной Он смотрит в небеса Смотрит на простор На леса Ему бодро дышится Ведь народ трудится На свободной земле Ребята, автор в своем стихотворении Упомянул реку Волгу Реку Волгу Называют главной улицей России Это один из символов России Волга, Волга Мать родная Поется в старинной русской песне Это самая протяженная река Европы Ее длина 3530 километров Главная мысль стихотворения Родина в том Что наша Родина Великая и святая Стихотворение учит Любить Родину Родные места Родные леса и поля Людей, с которыми мы живем Любить свой народ Гордиться Родиной Учит быть настоящим патриотом Ценить свободу Любоваться красотой природы Восторгаться делами человека А дома я хочу, чтобы вы порассуждали Что для вас значит слово Родина Начните свои рассуждения с фразы Родина для меня это И, конечно же, подготовьте выразительное чтение Стихотворение Родине На страничке 133-135 нашего учебника Но мне хотелось бы завершить этот урок Пословица о Родине Нет ничего краше, чем Родина наша Спасибо за урок, ребята До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин